Рабочие парка Дружбы воду зря не льют. Второй день подряд они готовят сюрприз местной ребятне – самый настоящий каток. Вчера соорудили хоккейную коробку, а сегодня приступили к заливке льда. Делать это рабочим приходится вручную, с помощью обыкновенного шланга. Впрочем, на качестве льда не скажется ни такой кустарный метод, ни теплая погода. Вы сами посмотрели, буквально залили, и, наверное, полчаса прошло, и уже начал схватываться лед. Нормально все. То есть день-два, максимум три, и уже будет ровненькая поверхность, и можно уже ближе к вечеру кататься. Правда, добиться идеально ровной поверхности рабочим будет непросто. Несмотря на то, что подушкой для катка стал замерзший прут, лежащий на нем снег качество льда изрядно подпортил. Следы, оставленные здесь местной ребятней, рабочим придется выравнивать многочисленными слоями воды. В этом году каток станет не только местом отдыха для жителей микрорайона, но и тренировочной базой для детской хоккейной команды «Амурские рыси». Отсюда и особое требование к качеству льда. Обновлять его работники парка будут ежедневно. Специально для юных хоккеистов здесь поставят и ворота. Пользоваться ими в свободное от тренировок время смогут все желающие. Кстати, посещать каток местные жители будут совершенно бесплатно. Достаточно лишь обзавестись коньками. Новогодний антураж парка дополнит ледовая горка и, конечно же, елка. Ее установят в начале декабря. С игрушками, конечно, огромная проблема, потому что каждый год у нас бьют их, причем кто-то забирает домой, срывает, залазит. Поэтому в этом году у нас, скорее всего, полностью поменяются все игрушки. Изготовить их благовещенцы смогут самостоятельно. Конкурс на новогоднюю игрушку проведут филиалы ОКЦ. Лучшие изделия украсят главный символ праздника в парке Дружба.